Вы смотрите когнитивный надзор. Здесь мы разбираем логические ошибки, манипуляции информацией и, конечно, когнитивные искажения в речи публичных спикеров. И сегодня у нас на разборе Артемий Лебедев, точнее интервью Артемия Лебедева каналу Эмпатия Манучи. Лучше бы отбирал реально каких-то там интеллектуалов, потому что Артемий Лебедев просто мужик, который несет какую-то рандомную хуйню. Реально разобрал бы Панчина на ошибки когнитивные. Он просто Панчин его разъебет. Как бы. Скажет, да это хуйня, ваш когнитивный надзор. Мотька лает на слона, сосать, все. И кто-то скажет, Вадим, так ты уже разбирал речь Лебедева. Ну да. И будет прав. Однако есть важное но. Артемий Лебедев в нашем прошлом разборе, это Артемий дебатер. И как выяснилось по результатам того разбора, который вы можете посмотреть, либо перейдя по ссылке в углу, либо перейдя по ссылке в описании, дебатер Артемий слабый. Но с другой стороны, а с чего бы Артемию быть сильным дебатером? В действительности далеко не все публичные спикеры хороши в публичном риторическом противостоянии. А теперь интервью, которое вообще не подразумевает аргументации в прямом смысле. Артемия спрашивает его мнение, он отвечает. А по-настоящему хорошо не раскрываются в комфортных для себя условиях. Например, в условиях интервью с интервьюером, который к ним относится лояльно, который не подразумевает аргументации, чел. Ну, по факту. Пытается их вывести на чистую воду, не пытается с ними спорить, а просто задает им комфортные, хорошие, удобные вопросы, в которых этот человек может полностью себя раскрыть. Раскрыть свои взгляды, свое мнение, свою точку зрения. И именно таким было интервью Артемия Лебедева к каналу Эмпатия Манучи. Мой любимый поставщик контента, это, собственно, господин Манучаров. Спасибо ему за это, действительно очень много интересных для разбора интервью. Кстати говоря, напишите в комментариях, какое еще интервью с этого канала стоило бы разобрать. Их там много, и все я точно не пересмотрю. Может быть, ваш зоркий коллективный глаз мне подскажет, что там стоит внимания. Ну и давайте уже скорее посмотрим первую реплику Артемия Лебедева. Тот прием, который здесь использует Артемий Лебедев, по своей базовой механике, сродни фокусу. Если среди вас есть иллюзионисты, вы лучше об этом расскажете в комментариях. Но в самых общих чертах суть такова. Когда иллюзионист показывает вам... Какой, блядь, аргумент? Человек, мне кажется, наоборот, здесь тезис свой даже высказал, типа... Какой-то нарратив проявил. Почему он относится ко всему как к аргументации заранее? Люди, когда они особенно на интервью приходят, они не только аргументируют. Они могут говорить разные высказывания. Более того, может быть, он и прав. Вам какую-то свою иллюзию. Его задача сосредоточить ваше внимание в какой-то точке, в которой на самом деле ничего сущностного не происходит. Там может происходить что-то очень яркое, что-то как раз привлекающее ваше внимание, ваши взгляды. Но на самом деле, все самое главное, основное, что и составляет суть фокуса, его основу, происходит в другом месте. Может быть, за спиной фокусника, а может быть, вообще в соседней комнате. Может быть, за кулисами, может еще где-то. Но суть такова. Привлечь внимание в одно место и в это время, пока внимание отвлечено, совершить все необходимые манипуляции... В вырезанном отрывке я этого не заметил, то, что он сейчас говорит, но... ...в другом месте, пока туда просто никто не смотрит. И в каком же месте он совершил такую манипуляцию? И Артемий делает то же самое. Каким образом? Речь в этом отрывке идет об Алексея Навальном. И, соответственно, наш с вами фокус внимания в этот момент сосредоточен именно на его фигуре. Окей. ...фигуре Навального. Кому-то Навальный нравится, и эти люди, вероятно, не согласны с Артемием Лебедем. Спасибо, Светлань. Другим же людям Навальный не нравится, и они, скорее всего, согласятся с Артемием. Но самое интересное идет с боку. Не в контексте разговора про самого Навального. Артемий говорит, что вот если бы Навальный не вернулся в Россию, то, вероятно, он был бы... ...никем, как Ходорковский или Каспаров. И вот эта оценка Ходорковского и Каспарова идет уже как нечто само собой разумеющееся. И чё? Не что-то, что требует обсуждения, аргументации, а как некий факт, на который мы просто ссылаемся. Вот если бы Алексей Анатольевич сделал так, то он бы, вот, стал бы как и Каспаров и Ходорковский. Никем. А... А чё, кто они? Типичная боль... Спасибо. Раз он поехал, то вот у него другая судьба, и об этом идет разговор. Но на самом деле, такое утверждение требует отдельных доказательств. Это почему-то... Может быть, для его аудитории не требует... Это раз. Многие вещи мы можем взять, когда Артема. Ну, или не доказывать до конца пресса Ларисов. Особенно, блядь, на интервью. Особенно, блядь, на интервью. Особенно, блядь, на интервью. Мы можем все, не доказывать все, что мы говорим. Вот если бы были дебаты, ты бы у него мог спросить, мол... А у Ходорковского и Каспарова у них действительно они никто. Да, опять вместо ошибок, он какую-то хуйню разбирает. Заметьте. Первые шесть минут, первые шесть минут из двадцати минутного ролика посвящены проблеме, которой нет. Опять, опять, блядь. Какие-то метафоры фокусников, смещает внимание куда-то, блядь, еще что-то. Ну, просто посылка не очень надежная первая. Ну, у него базовая посылка не очень надежная. Все. Он так считает, он считает, что это может быть посылкой. Логично он рассуждает? Да там, наверное, не особо логично, без разницы. Да даже как аргументацию рассматривать не особо стоит. Просто человек вольно беседует с интервьюером. Лол. Друг Ходорковский и Каспаров это никто. Точнее, вы можете и согласиться с этим. Для вас может быть и никто. Ну, хотя, согласно многим опросам, Ходорковский это один из действительно лидеров оппозиции. И люди, которые придерживаются оппозиционных взглядов, доверяют в большинстве своем именно Ходорковскому и другим людям. То есть он в топе оппозиционных лидеров. Это можно тоже считать недостижением. Можно считать, что это никто все равно. Пожалуйста, это ваше право. Вы можете так считать, можете считать по-другому. Но я вам рассказываю именно о механике. Когда мы обсуждаем что-то яркое, что-то, что автоматически притягивает наше внимание Навального, а параллельно нам вбрасываются какие-то факты, которые оказываются вне поля нашей критики, вне поля нашего скептического, рационального рассмотрения. Так ли это на самом деле? Что-то нам может показаться все равно ярким и тоже бросится нам в глаза. Допустим, если мы относимся с большим уважением к Ходорковскому и Каспарову, мы тогда скажем, нет, постойте, как же так, что это за глупость? Ну да. Глупость параллельно говорит Лебедев. Если мы, напротив, считаем их уже заведомо, без всякого Артемия, никем и вообще какими-то отбросами социальными, мы тоже скажем, о, правильно Артемий говорит, очень точно попадает в самое яблочко. А вот если у нас нет никакого особого мнения по этому поводу, ну мы, может быть, не знаем особенно ничего про Ходорковского и Каспарова, вот про Алексея Анатольевича Навального знаем, а про тех ничего не знаем, то вот такая информация, как бы в проброс, как бы сбоку, может на нас значительно более эффективно воздействовать. Ну мне похуй, я, честно говоря, я даже фамилии бы не запомнил в контексте произносимого всего. Я бы даже не обратил на неё информацию, ну не особо знаю я этих людей. Ну и просто забыл бы. Какая разница, какие оценки дают Лебедев? Потому что, если мы говорим, ой, а они могли бы на кого-то там где-то воздействовать, поэтому вы не должны использовать аргументы, которые начинаются с посылок, где находятся ваши догадки, потому что они могли бы на кого-то там где-то воздействовать. Блядь, чел, иди нахуй. Так это не работает. Логика так не работает. В принципе, в качестве первых посылок ты можешь избрать вообще всё, что угодно. Вообще любое высказывание, если тебе сильно захочется. Вот. Из этого сделать нормальные, нерушимые, логические выводы. Только в этом, конечно, и проблема в итоге окажется. Что практически все базовые посылки оказываются такими вот догадками ненадёжными. Вот. Тяжело, да. Про Навального. То у нас и весь фокус на Навальном. А это нечто второстепенное, неважное. Мы это можем просто запомнить. Это отложится в голове. В особенности под чёрным. Да, мы можем это запомнить. Это отложится в голове. И поэтому Лебедев должен следить за своим пиздежом. Просто буквально. Потому что у какого-то долбоёба с когнитивного обзора, надзора, это может быть запомнится. Может быть отложится в голове. Может быть, блядь. Причём он уличает Лебедева так, как будто бы Лебедев это всё осознанно сделал. Приветствую, Илья. То есть как будто бы он, знаете, он сидел там и продумывал великую шахматную партию. В духе, блядь, сейчас надо как-то унизить вторичным таким способом. Да, причём он пишет риторика, риторический фокусник пишет. Риторический фокусник. То есть автор утверждает, буквально утверждает, что Лебедев своими вот этими рассказами, то, что он риторический фокусник, фокусник понимает, что он делает. Понимает, в чём заключается трюк. Следовательно, автор данного видео утверждает, что Лебедев абсолютно уверен в том, что Ходорковский никто, и более того, он не просто это пизданул так, знаете, вот, мимоходом, а продумал это, чтобы наебать своих и чужих зрителей, чтобы внедрить им в голову вот эту самую идею, Лебедев пойдёт в норму. То есть понимаете, в чём дело? Утверждение самого автора здесь, он хоть его прямо и не произносит, но оно вполне так себе проистекает из его слов. Куда более конспирологично, чем оценка Лебедева. То есть Лебедев оценку дал, да, вот они никто. Окей, хорошо. Буквально, похуй. Но автор же претендует на то, что Лебедев осознанно совершает этот риторический фокус. Потому что, ну, риторика, это дело осознанное определённое. Если вы используете риторику, если вы ритор, вы знаете, чего вы хотите добиться, и вы используете определённые риторические средства. Вы не просто мимоходом что-то пиздите, что, мне кажется, и произошло на том эфире. И если того же, собственно, Лебедева спросить, а вы уверены, что они, ну, вот совсем никто? Лебедев скорее скажет, ну, там у Ходорковского есть своя аудитория, конечно, у него есть там зрители. И у Каспарова, я не знаю, кто у Каспарова, кстати, в этом контексте даже. Это не тот, который шахматист, что шахматист и либерал. Так вот, соответственно, и получается такая проблема. Мне кажется, если вот с ним чуть-чуть поговорить, тот шахматист, серьёзно, он либерал ещё сверху, нифига себе. Нихуя себе, какие совпадения. Не знал, что он ещё и либерой. Так вот, я думаю, если его нормально так поспрашивать, он вот от этого вот пиздежа очень быстро откажется. Ну, в том плане, что, ну, да, у них есть какая-то аудитория, есть люди, которые их слушают, они не совсем уж никто. Он там будет оправдываться, ну, например, ну, вот вы помните Навальный, у него так много видео собирали. То есть, Навальный был очень популярный такой вот человек. И по сравнению с Навальным, конечно же, может посмотреться, я, конечно, красное словцо употребил, что вот эти люди, ну, как будто бы никто по сравнению с ним. Вот, как-то так. То есть, вот, может, он вот это имел в виду. Может, он вот это имел в виду. И тут это важно прояснить, потому что мне самому кажется, что здесь Лебедев просто, ну, пизданул. Вот, 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 пизданул. Вот интервью сидишь там, тебя спрашивают. Шантов, как ты относишься к Василу? А я такой, ну, Васил никто вообще. И звать его, блядь, никак. И студент, блядь, тупой. Вообще, как кусок говна ебаного. Понятное дело, что я приукрашиваю в данном случае, да? Кто, всё, Васил всё-таки кто-то. У него есть некоторые достижения. Вот, там, статьи переводит, там, читает много книжек по философии. Нормально, нормально, на самом деле. Это не ноль. Это не ноль, это не никто, на самом деле. Я всегда это проговариваю, что не никто, да? Я, в целом, довольно адекватно оцениваю всякие достоинства так называемых оппонентов моих. И приблизительно знаю сферы их специализации при этом всём. В общем-то. И для меня это в том числе важно. Быть осведомлённым. Быть осведомлённым в таких вещах. Вот. Понятно, что для красного словца, когда тебя окружают люди, которые к тебе хорошо относятся, они хотят услышать твою позицию, не позицию, ты фривольно там, вон, чего произносишь. Мимоходом произносишь и такие вещи. Но этот чел доебался. Если у нас нет устоявшегося, чёткого, твёрдого мнения по тому вопросу, который вот так сбоку аккуратно, не вначай затрагивается. Имейте это в виду, когда вы слушаете любого публичного спикера. Обращайте внимание не только... Ну, мне пока кажется, что самый большой фокусник – это человек с канала «Когнитивный надзор». Хотя я не до конца уверен, что он неискренен. То есть я не уверен, что это просто риторические приёмы для того, чтобы наебать оппонентов. Мне кажется, он настолько же пиздит, как и Лебедев. То есть он пропёздывает вот эти вот все вот риторические фокусник, вот эта вот вся хуйня, выдумывает какую-то ебалу из ниоткуда. И после того, как он её выдумывает, мне кажется, он довольно искренне думает, что он всё правильно делает. Он, мне кажется, мыслит «Да, да, да, вот мы раскрыли когнитивные, блядь, ошибки. Мы ошибки когнитивные раскрыли у этого подлого Лебедева. Даже не ошибки, а тут мы его даже... Вот вот сейчас будем говорить о том, что Лебедев прям вот риторически. Он прям взял... Вот. Не надо плодить сущности, он просто либераха, у которого горит с Лебедева. Вот, я о том же. Мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется, Светлая, что он просто либераха, у которого горит с Лебедевой. И он абсолютно искренен в своей критике в этом плане, да. То есть в своих эмоциях, ну, вот презрение к Лебедеву он искренен. И в том, что он говорит, он искренен. Я не думаю, что он использует какие-то трюки. Типа, да, знаете, я суперлиберал, и сейчас я буду уничтожать Лебедева своей риторикой. Расскажу про его когнитивные ошибки. Хотя у него их там нет на самом деле. Ну, или я сейчас придумаю у него когнитивные ошибки. Да, просто выжму... Как молоко из коровы, как сок из сыра. Что за хуйня я сейчас сказал? Как вино из винограда там выжму, да. И вот, и буду таким классным. ...на то, что касается основной конвы повествования, основной темы, основного явления, на котором сосредоточен фокус обсуждения. Но и не выпускайте из поля зрения те вещи, которые как бы особенно к сути дела дня... Ну, тем более важно понимать, что все эти интервью, это не заготовки какие-то, а, соответственно, ну вот в прямом эфире что-то записанное. Может быть, конечно, Лебедев заранее знал вопросы, но это не значит, что он заранее заучил ответы или отвечал по листочку. ...вносятся, являются вторичными, второплановыми, но, тем не менее, тоже проговариваются спикером. Именно с помощью таких как бы второстепенных вещей, как правило, гораздо более эффективно производится убеждение человека. Вопрос. А Лебедев действительно пытается наиболее эффективно провести убеждение человека в данном случае? Вот автор думает, что Лебедев сидел и перед интервью думал. Вот, блядь, как бы мне всех убедить в том, что Ходорковский и Каспаров или Карпов, неважно, они ничтожны. Как бы мне их убедить? Так, можно попробовать аргументировать, но аргументов у меня, собственно, нет в эту пользу, потому что очевидно, что они никто. Так, окей, я просто вброшу, я просто эффективно это вброшу мимолетом, говоря про Навального. Да, 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 это будет наиболее эффективно будет, наиболее эффективно. Вот автор реально думает, что это как-то так происходило? Если нет, то это никакая не риторика и никакие не фокусы. Сам Лебедев обдурил себя вокруг пальца, обвел несколько раз, получается, таким образом. Ну, просто оговорился, сказал ради красного словца такую хуйню и все. человека в чем-либо. И у вас совершенно незаметно для самих себя может сформироваться мнение по какому-то вторичному, казалось. Я же не долбоеб, чтобы у меня так мнение формировалось, простите, пожалуйста. Мне же, блядь, не пять лет, как бы. Я извиняюсь, дай тебе тарелку отнесу. Мне все-таки не пять лет, чтобы у меня так мнение формировалось, воу. Кстати, ввиду вот такой вот хуйни, что люди, люди, особенно в режиме импровизации, такой свободного говорения, свободной речи, могут произнести очень много таких штук, которые не соотносятся с их мнением. И поэтому стримеры, ну или там обзорщики вроде вот этого чела или, например, меня, у нас всегда будет корм хороший, хорошая подножная пища, ее очень много, потому что люди, когда в свободной речи разговаривают, они постоянно разбрасываются лишними высказываниями, лишними утверждениями, какими-то такими вещами, которые вроде бы предназначены для того, чтобы, ну на самом деле, просто чтобы занять пустоту или как-то украсить речь, усилить ее, причем даже не до конца осознанно это может происходить. Вот вырвалось, вот Лебедев сидит и думает, блядь, эти Карпов и этот, как там его, Карпов и Каспаров, сука, у России есть два врага, Ходорковский, прошу прощения, да? Так вот, сука, как я их и не люблю, там сидит, думает, какие-то они дураки бездарные, нули полные, вот сидит, он о них так думает и потом внезапно это воспроизводит на стриме, ну не на стриме, на интервью и все. А-а-а. Когда ты взрослый мужик, ты должен понимать, что, в общем, а ты кто? Ну а это буквально... Ну, на самом деле, по факту, я не понимаю, о чем думал Навальный, очевидно, что упрощает позицию оппонента, здесь реально соломенное чучело, согласен. Что, стрим забанили? Нет, там была музыка ебанутая, я ее удалил просто, весь стрим удалил. Честно говоря, мне вообще вся стратегия Навального, в принципе, не понравилась, еще в 2018 году. Навальный, на мой взгляд, очень высокомерный долбоеб, который вообще все, что мог, только проебал. У человека были сроки, соответственно, уже на момент инаугурации Путина в 2018 году. Вот. И он все равно хотел претендовать на роль президента. Тем временем он мог просто от себя, от своей партии, какого-нибудь человека туда порекомендовать, который был бы, ну, при этом, знаете, свой и без всяких сроков. И, в принципе, официально этот человек мог бы стать лицом их компании. Нет, не забанили. Вот. Соответственно. И, в принципе, получить хоть какие-то голоса. Так а хуй знает, Светлань завернули, не завернули. Как быстро завернуть человека, пока выборы проходят? Ну, может быть, не успели бы завернуть его. Светлань. Да и было бы сильно подозрительно. Просто у Навального у него эти сроки уже миллиард лет как. То есть, в целом, он по закону просто не может быть президентом. Это, блядь, ему, как и юристу, должно быть очевидно. Он по закону не может быть, блядь, президентом. В смысле, псевдо-кандидата, кто угодно может баллотироваться на президента, если у него есть определенные параметры. Я думаю, количество проголосовавших каких-нибудь там или еще кого-то, они бы достали. То есть, все формальные вещи они бы соблюсти смогли, если бы не Навальный был бы на... Ну, и в итоге получилась хуйня, соответственно. Навального не допустили, он даже не участвовал в голосованиях никаких, никому не интересен. Ну, все, конец. Сосач. Ну, то есть, из-за высокомерия одного человека, в принципе, вот они, их группировка, она даже не попала на выборы. Хотя было понятно, что его не допустят. Вот. Странно. То есть, я действительно думаю, что Навальный хуево себя повел во многих вопросах. Ну, то, что там он... Ну, короче, короче, то, что Лебедев там набухтел, конечно, полная хуйня, да, конечно, полная хуйня, безусловно. Но недалеко она от правды, на самом деле. Все-таки поведение Навального, мне кажется, не до конца оптимальным. Там, при имеющихся данных, при количестве поддерживающих людей, очень много можно было бы попробовать провернуть. Так, правительство спокойно заворачивали на всех других выборов кандидатов, а партии просто не регистрировали. Так, Светлане, понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? В том случае, они даже ничего не попробовали, Светлане. Там просто Навальный попытался баллотироваться, и пососал, и ушел, и все, типа. Конец. Классика жанра, прием соломенное чучело. Напоминаю, в чем он заключается. Мы берем и либо искажаем, либо полностью выдумываем точку зрения оппонента, героически побеждаем эту точку зрения, ну, я, кстати, не до конца думаю, и демонстрируем это как свою победу. Хотя, на самом деле, мы победили не настоящую точку зрения оппонента, а ту, которую мы сами сконструировали, или доконструировали. И, конечно, такое, как правило, делается заочно. Точнее, это проще сделать заочно, потому что вас не могут поправить. Но, на самом деле, опытные дебатеры могут сделать это и вживую. Они могут так дорисовать, доизвинить точку зрения оппонента, что вот эти искажения будут не вполне видны, не только... Можно вот с этой же проблемой, с соломенным чучелом, раскритиковать Панчина, потому что он, это соломенное чучело, предъявляет и верующим, соответственно, и астрологам, и соционикам, и всем. Человек недопонимает позиции оппонентов, чаще всего, и представляет их довольно смешными, кринжовыми и упрощенными. Вопрос. Почему Панчин, которого Когнитивный надзор приглашал к себе, не является предметом критики данного обзора, хотя он совершает абсолютно те же ошибки, что и Артемий Лебедев? Ну, вообще, все совершают эту ошибку, на самом деле. Ну, типа, соломенное чучело — это очень распространенная хуйня, не потому что люди специально берут и делают соломенное чучело, да, а просто потому что люди не всегда могут понять позицию оппонента, им очень лень знакомиться с позицией оппонента, очень много психологических барьеров на пути к этому имеется. Надо затратить очень много усилий, да, чтобы растрактовать одну хотя бы позицию человека. Поэтому пугало, оно будет встречаться, соломенное чучело, оно будет встречаться всегда. Оно будет очень распространено, оно всегда будет очень распространено, просто просто потому что преодолеть его наверное невозможно высказываться о всех позициях вам хочется хочется у вас есть воля панчан просто гигачат для омега либералов а лебедев нет ну видимо у вас есть определенная воля да вы хотите чтобы ваша позиция стронг лидировала а чужая позиция типа virgin пошла вон отсюда вот и ваших глазах уже изначально это так расставлены приоритеты ваша позиция чад их позиция virgin любая их позиция и в лучшем случае за всю свою жизнь вы сможете хорошо так нормально серьезно освоить позиции 2 3 4 5 может 10 позиций от прям вот основательно чтобы критиковать остальные 100 позиции относительно которых вы будете иметь мнение и что-то высказывать скорее всего будут сконструирован у вас голове виде в виде некоторых пугал это плюс-минус нормально мозг по-другому работать на самом деле наверное не сможет вы не сможете доконструировать все 100 позиции до такого уровня что все вы одинаково будете критиковать с хорошим уровнем более того довольно строгое требование запретить вам высказываться обо всех позициях например вы меня спрашиваете шадов что-то думаешь про либертарианство на самом деле я нихуя не знаю про либертарианство но по сути я могу вам что сказать нам нравится не нравится маловероятно немаловероятно но может быть ну по факту то блять я нихуя не знаю про либертарианство я не считал ваших нозиков хаеков блять световая даже мало читал ну вот как бы я даже атланта расправил плечи не считал я не расправил плечи я на рыночек не шарю откуда мне блять знать может ли рыночек регулировать политику вокруг, блядь, саму по себе. Ага. Вот. Как-то так. Вот такое. Аудитории, но иногда даже тому, с кем человек спорит. И можно так ловко извернуть позицию оппонента и победить на самом деле уже другую позицию, что никто этого не заметит, но нужный эффект на публику будет произведен. Но это действительно настоящие мастера. В данном случае Артемий, конечно, действует заочно, поэтому ему проще. Артемий действительно пересказывает какую-то достаточно наивную ерунду и потом говорит, что это точка зрения школьника. И действительно, я соглашусь, это очень похоже на точку зрения школьника, только стоит помнить, что эту точку зрения выдумал Артемий Лебедев. Ну, позиция самого Навального, она не сильно отличается в какую-то мега лучшую сторону, потому что Навальный реально думал, что, видимо думал, судя по всему, думал, что он сможет достичь какой-то власти мирным путем. Мы, кстати, осуждаем любой путь, кроме мирного. Но Навальный почему-то думал, что он сможет достичь это мирным путем. Более того, что он сможет даже на выборах участвовать, он, наверное, думал. Иначе бы, наверное, не боролся за это. Вот. Никаких хитростей не придумал. Каких-то других, собственно, людей он поддерживать в тот момент не стал, хотя мог бы. Ну, например, партию Яблоко тоже мог бы поддержать. Честно говоря, партия Яблоко, ну, из вот таких вот партий, которые более-менее к либеральному дискурсу как-то тяготеют, и легальных при этом, тех, за которые можно голосовать, ну, более-менее внушает, на мой взгляд, доверие. Я не знаю, у меня просто друзья даже в партии Яблоко работают, и я очень даже, не знаю, вижу, что это искренне более-менее люди, ну, не пиздоболы. Может быть, местами наивные тоже, может быть, местами наивные, чрезмерно добрые, да, мне вот такое вот не свойственно. Но при этом хотя бы выглядят искренне, выглядят искренне, и этих людей знаю давно. Достаточно. Достаточно давно знаю, чтобы не думать о том, что, ну, вот прям вот совсем пиздобольский пиздобол перед нами предстал. Ну, правильно, алкоголик, да? Ну, то есть, ну, например, действительно, весь свой электорат Навальный мог бы им как-нибудь воспользоваться таким образом, чтобы подгадить Владимиру Владимировичу статистику. Даже, даже так! Даже так можно было бы сделать. И к Алексею Анатольевичу Навальному она отношения не имеет. Опять же, это не значит, что вам должен нравиться Навальный или нравятся его политические взгляды. Совсем нет. Просто мне кажется, что даже если вам... Ебало Чуджака. Кто-то не нравится довольно разумно знать его настоящий политический... Да, только Светлане, как я помню, умное голосование, там вообще какая-то хуйня была. Умное голосование, это не на выборы президента было, оно было после. Яблоко Кал на Кринжовом самоподобие? Ну, Яблоко, это, как я понимаю, единственная партия, которая сейчас... Ну, вы знаете, выступает против чего. Вы сами знаете, против чего она выступает. Единственная официальная партия, которая это делает. Более того, сейчас многих политиков, депутатов в рамках партии Яблоко сейчас на зону сажают, неожиданно тоже. За их позицию. Чтобы вы понимали. Ну, с другой стороны, да, сейчас они посасывают. ...взгляды, и вот именно с ними уже не соглашаться или им опонировать. А опонировать выдуманным взглядом, которые к настоящему политику, неважно какому, что Навалину, что Путину, что Зеленскому, что еще кому-то, не имеют никакого отношения, это такая детская, инфантильная позиция, когда нам хочется просто закрыть глазки, чтобы к нам не пришла в гости настоящая реальность. А в своих выдуманных мирах мы будем всех побеждать, мы будем самыми сильными, и самыми... Так нет, мы все так делаем. Я, кстати, замечу, что автор данного видео он тоже так делает. Его, в кавычках, когнитивный обзор сам содержит колоссальное количество ошибок и абсолютного нежелания понимать оппонента. Мощными, самыми правыми, но только в том мире, который мы сами себе придумали. Это довольно удобно. Но только проблема в том, что рано или поздно настоящая реальность постучится к нам в двери. И лучше все-таки заранее быть к ней готовым, а не существовать где-то в альтернативной выдуманной вселенной. Зная, какой менталитет людей у нас в стране, зная, как люди могут... Да они в садовом товарище-то не могут договориться себе асфальтовую дорогу сделать. А тут целая страна. А здесь Артемий Лебедев использует концепцию менталитета для обоснования своей точки зрения. Надо сказать, что он уже не первый раз об этом говорит. Я видел немало интервью Лебедева, и те из вас, кто тоже смотрели другие его интервью, наверняка не раз слышали эту его идею, и она не принадлежит ему, это не какая-то оригинальная. Друзья, не забываем донатить, кстати, на контент. Мы скоро досмотрим когнитивный надзор. Когнитивный позор. Вот. И хотелось бы, чтобы мы после этого тоже что-то еще посмотрели. Еще несколько видосиков бы перед Бебрусом вбросить бы. Хорошо. Мысль, что, дескать, менталитет у русских людей не очень предрасполагает к такой подлинной демократии. Действительно, есть необходимость в некой сильной руке, кажется многим людям, и связано это именно с неким русским менталитетом. Мол, не могут русские между собой договориться, и вот что поделать в такой ситуации? Остается только призвать на помощь какого-то мощного управленца, который скажет, так, ты делаешь это, ты делаешь... Стоп, а в чем проблема? А в чем ошибка? В чем ошибка? То есть нет такого менталитета? Ну, я не понял. Ну, просто я не понял. Автор с ним просто не согласен сейчас с Лебедевым и пытается выставить это логической ошибкой, то, что у Лебедева позиция не похожа на позицию автора с когнитивного надзора. Я что-то впервые слышу такую ошибку, как апелляция к менталитету. В чем проблема? То есть, здесь же вроде основная фишка канала это когнитивный надзор, обсуждение когнитивных искажений и логических ошибок. Именно, что я ППШ правильно наверху написал. Почему в списке риторики соломенного чучела классической ошибки и далее смещения фокуса, непонятно, о чем речь, да? Почему в списке логических ошибок и риторических приемов почему-то затесался тезис? Вот логика и философский. Спасибо, Сема. Спасибо. У меня на него стоит. Почему? Почему тут тезис находится? Как? Тезис на гудгейме, наверное, да? Да, на гудгейме. Спасибо большое. Как тезис может быть логической ошибкой в данном случае? Вы что? Вот это твое, а это твое. Такой сильной авторитарной рукой наведет порядок. Это вполне распространенная точка зрения. Но только к реальности это имеет крайне опосредованное отношение. Сам термин, менталитет в современном виде возник в 19 веке и усилился, получил такое особенно звонкое звучание уже в веке 20 как раз таки на волне развития авторитарных и тоталитарных режимов. Потому что менталитет это очень хороший пропагандистский инструмент. Мол, мы немцы можем вот это, а вы французы или вы евреи. Менталитета нет, так Шурман сказала. Так, Сенатавр, нет. Проблема даже не в том, есть менталитет или нет. Может, сколько угодно аргументировать и контраргументировать наличие или отсутствие собственно менталитета. Просто проблема заключается в том, что автор данного видео вроде бы претендуя на то, что он разбирает когнитивные искажения, в список когнитивных искажений занес просто позицию Лебедева. Тезис. Занес тезис обычный. Типа, есть у русских есть менталитет. Что там наверху? Так называемый менталитет отличается в рамках одного отца. Это от региона отличается. Я хуй знаю, честно говоря. Мне здесь не важно. Мне здесь не важно, что вы написали, потому что я не знаю, есть менталитет или нет. Мне просто плевать в данном случае. Меня просто больше всего поражает, что автор видео реально занес в список когнитивных искажений тезис оппонента. Вы, не знаю, цыгане, русские, еще кто-нибудь, этого не можете. И в том виде, в котором его использует Лебедев, это такой успешный пропагандистский риторический конструкт, но он не подтверждается исследованиями историческими, социальными, политологическими, очень ярким... Ну, то есть, понятно. То есть, смотрите, он контраргументирует. Он контраргументирует и все, как бы. То есть, вот то, что сейчас происходит, это не когнитивный надзор, и это не показывает какие-то ошибки в данном случае. Он просто контраргументацию делает. Охуеть. Примером является Грузия, которая очень часто приводит, когда говорят о менталитете. Страна, которая ассоциировалась и внутри Советского Союза, как республика, с коррупцией, и уже в постсоветское время Грузия тоже очень плотно ассоциировалась со взятничеством, кумовством, и не просто ассоциировалась, а действительно, согласно статистике, она была пронизана коррупцией. Но что произошло? Буквально за очень короткий срок. Место Грузии в рейтинге просто критически изменилось. Вот здесь я конкретные цифры размещу, потому что точно не помню. Но Грузия буквально преобразилась с этой точки зрения. А ведь это как раз те вещи, которые, как правило, списывают на менталитет. Ну да, здесь так заведено, здесь все ставят своих людей, здесь клановая, здесь договоренность. Ну так эти люди привыкли. Тут, что называется, если не дашь на лапу, то ничего не получится. Такие традиции, такой менталитет. Ну это так быстро не изменить. Говорили одни и мини. Светлань пишет, индекс восприятия, это же тупо опросник на улице. А, то есть, ну как вам кажется, как у нас коррупция лучше стала? Да, да, стало охуенно. Никакой коррупции нет. Живем. Хорошо. То есть, стоп, а если все люди в России начнут говорить, что у нас нет никакой коррупции, у нас заебись, это будет означать, что Россия займет первое место в рейтинге, вот это, бескоррупционным, получается. Если это реально так данные собираются, если это через запросники, лол, прикольно. То есть, дело не в том, чтобы у тебя не было коррупции, дело в том, чтобы все говорили, что коррупции нет. Охуенно. То есть, мы реально не сравниваем коррупционные какие-то схемы, обороты денег какие-то, да, какие-то цифры. Мы просто спрашиваем, блядь, ну, это спонтанная хуйня. В 90-е годы по этому опроснику в России почти не было коррупции. Красота. Красота, блядь, красота, заебись. Этот рейтинг отображает исключительно степень промытости населения. Ну, ну, да, получается, что так. Охуенный рейтинг, мое почтение. А-а-а. Сняли. Другие. И снова здесь не возможно... Вот видите, блядь, как надо внимательно следить за всей этой шизо-статистикой. Очередной какой-нибудь хуесос возьмет, вбросит вам шизу ебаную. А вы посмотрите, у нас тут статистика надежная, охуенная. И пока ты не разбираешься в том, что там, внутри этой статистики, как собирались данные, на чем они основываются, ты на самом деле вообще ни хуя сказать не можешь. А он тебе, ну, блядь, вот она, статистика, смотри, блядь, статистика, а ты такой, ну, чел, а ты как бы, ты знаешь, как она собиралась, или ты просто меня статистикой тычешь? Ну, ладно. Подчеркнуть инфантильность этой точки зрения, если она искренняя. Безусловно, концепцию менталитета часто намеренно... Действительно, вряд ли всех опрашивали, что ее... ...как пропагандистский прием. Но многие люди искренне верят в то, что ничего нельзя поменять именно из-за менталитета. Такие уж мы, таков уж наш народ, сильная детская позиция, потому что... Почему? Взрослый человек, это человек, который умеет брать на себя ответственно. Не, ну я не скажу, что это какое-то искажение. В данном случае он тоже хуйня какая-то. Взрослый человек, который может брать на себя ответственность. С чего он взял? Взрослый человек умеет трансформировать реальность вокруг себя в соответствии со своим... Что за хуйня? Взрослый человек марксист, что ли? Простите. Взглядами, со своим мнением в соответствии с тем, как ему кажется будет лучше. Ребенок же в большей степени воспринимает мир как просто случающийся с ним. Ну, что поделаешь? Вот дождик пошел. Но стоп. Но человек же не может все взять и трансформировать. Есть некоторые механизмы, которые человек не может трансформировать. И, наверное, в кавычках взрослый человек это в том числе и тот, кто может смириться с тем, что некоторые аспекты мира он трансформировать не может. Ну, например, человек не может изменить законы природы. По крайней мере, до тех пор, пока не будут созданы какие-то, не знаю, проверочные, какие-то эксперименты не будут проведены на этот счет. И пока практики определенно открыты не будут, преодолеть некоторые законы природы не получится. Ну, например, некоторые природные вещи, наверное, тоже нельзя преодолеть. Ну, например, я очень сильно хочу накачаться, как Арнольд Шварценеггер, но не могу физически этого сделать. Никогда, как бы я не тренировался, хоть там все время буду тренироваться, хоть по самым эффективным методикам, но не смогу, наверное. Какие-то великие трансформаторы пошли, а по-моему, тут как бы вот такое вот. Детское, не детское. Я не понимаю, почему он обвиняет позицию Лебедева в данном случае в детскости, хотя Лебедев тоже любитель разбрасываться подобными словами, но как бы Лебедев и не ведущий канал, а когнитивный надзор, где разбираются когнитивные искажения, риторические приемы и анальная зуботребительная хуйня всякая, да, понятное дело. Ну, кринж. Просто кринж, нет, на самом деле к Лебедеву, а с Лебедева спрос меньше, потому что это просто, ну, зрители Лебедева, я уважаю Лебедева, но простите, это быдлый дизайнер просто, да, ну как быдло, в хорошем смысле быдлый дизайнер. Он здесь не очень сильно отвечает за интеллектуальную составляющую тех слов, которые он говорит, по сути. Это не тот человек, который профессионально составлял свою позицию, это не тот человек, который реально за нее отвечает, это не какой-то там великий логик там, да, не какой-то великий философ, это просто обычный, ну, необычный, это необычный дизайнер, это хороший, великий, может быть, в России дизайнер, блядь. Его слов, с его слов взятки, так скажем, гладкие. Ну, что-то он говорит, что-то он там считает, какая нахуй разница. И он не предъявляет, он не ставит себя как великий логик, великий интеллектуал, то есть у него даже амбиции на это нет, на самом деле. Я даже не то, чтобы его унижаю этими словами, он сам, блядь, понимает, что он дизайнер со своим охуительным мнением по многим вопросам, не более того. Вот. А тут у нас кто? Тут у нас человек, который разбирает других людей на их, собственно, логические ошибки. То есть этот человек, этот человек нам пытается, нас пытается убедить в том, что вот люди, которых он разбирает, люди, которых он разбирает, совершают катастрофические ошибки, катастрофические ошибки. Тут написано «разбор детских аргументов Лебедева на интервью». Кстати, ни одного аргумента мы пока не услышали. Я серьезно, буквально мы ни одного аргумента не услышали. То есть позиция, там, не знаю. Не было того, чтобы у нас было, там, не знаю, какая-нибудь логическая структура в духе, я не знаю, посылка номер один. Навальный сидит в тюрьме. Нет, наоборот, давайте посылка номер один. Все, кто сидят в тюрьме, петухи. Второй пункт. Навальный сидит в тюрьме. Вывод, да, там, Навальный петух, например. У нас не было ничего такого. У нас не было ничего, что, в принципе, даже было бы похоже. Навальный сидит в тюрьме, поэтому он петух, например. У нас такого не было. Чтобы мы могли хотя бы развернуть аргументацию, да, или лишнюю посылку какую-то увидеть. Не можем мы ее увидеть, соответственно, эту посылку внутреннюю. Были какие-то родомные высказывания. В духе, ну, я тут Навальный, там, хотя тут операция, оператор, если есть, конечно, но он его не разбирает. Кто заказает, закажите что-нибудь, она прикольная, хорошая, интересная. Вот. То есть, я даже аргумент это не вижу. Я не понимаю, к чему они, к какому выводу они вообще ведут. Почему здесь вообще аргументация? Плять, сложно? А тут вот автократия началась. Для инфантильных людей это вещь одного порядка. Жизнь со мной просто случается. Ну, так произошло, ну, что поделать, вот такой у нас народ, такой у нас менталитет, ничего изменить нельзя. Это детская позиция. Позиция неготовности брать на себя ответственность. А взрослые люди... То есть, а разделение позиции на взрослые и детские это нихуя не риторика, да, наверное? Автор берет ответственность за то, что у Артемия Лебедева детская позиция или не берет? А за что? Ну, за все в мире берет ответственность? Я просто, я не понимаю. То, что сейчас происходит, на мой взгляд, выглядит как просто дешевейшая риторика. Просто тут, как бы, тут, блять, даже Лебедев немножко в сторонке стоит покуривает, от уровня деград... уровня деградации риторики данного человека. Как так-то? Я нихуя не понимаю просто в данном случае. Люди ответственные, готовы менять мир вокруг себя. Даже если до этого очень много, может быть, даже столетий ничего не менялось. Ну и что? А я поменяю, потому что мне это не нравится. Потому что я готов трансформировать мир вокруг себя и брать за это на себя ответственность. Это позиция взрослого... Да, позиция взрослого человека Алексея Навального, который в тюрьме сейчас сидит. Охуенно. Поехали дальше, короче. ...слово человека. Но в данном случае Артемий Лебедев и далеко не только он транслирует обществу совершенно другой взгляд. Взгляд инфантильный. От меня ничего не зависит, это просто законы природы, это просто происходит, мне остается просто созерцать. Ну, мне кажется, что это не очень разумно для взрослого ответственного человека. А вы как думаете? Кстати говоря, прежде чем продолжить просмотр, я хочу пригласить вас подписаться на мой Патреон, либо на... Да, он какой-то соевый, очередной этот интеллектуал, блядь, когнитивщик и так далее, так далее, так далее. То есть тут как бы вот такое. Таких людей очень много. Лемон, например, абсолютно такой же. Лемон, кстати, наверное, поумнее все-таки. Лемон хотя бы за аргументацию нормально шарит. Но точно такая же инфантильность, вот эти вот выебоны на логику, ну, в смысле, наоборот, выебоны тем, что я такой, блядь, логичный, неебический, такой классный, такой умный. Вот. Лемон, Лемон, да. Ну, тут как-то вот такая вот здесь хуйня. Вся вот эта вот логическая пропаганда, абсолютно дурацкая, где люди в принципе совершают все те же ошибки, что и все остальные люди, но зато когда они пытаются что-то критиковать, они выебываются там. А вот здесь нелогично, а вот здесь вот это, а вот здесь когнитивные ошибки, а вот здесь еще вот то. Ну, блядь. Чаще всего это просто как детский сад выглядит, к сожалению. Да, алкоголик норм. В общем, стремная хуета все это. Так. Пол видео прошло, пол видео прошло. Пока кроме отхоменемов и каких-то шестислойных бессмысленных аналогий аргументов не поступило. Ну, давайте так, давайте так, вот то, что было, вот мы сейчас, то, что мы сейчас видим, да, апелляция к менталитету. То есть, по сути-то, произошла некая перебранка. То есть, получается, Лебедев уверен в одной позиции, в том, что есть менталитет, автор уверен в том, что менталитета нет, соответственно. Автор попытался это продемонстрировать, аргументировать. Только проблема-то заключается в том, что автор претендует на то, что он показывает когнитивные, блядь, ошибки, но аргумент, ну, позиция, позиция, даже не аргумент, это нельзя назвать аргументом, это вывод, это позиция некоторая. Сам вывод не может быть, хотя стоп, там был, 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 какая форма высказывания там была? Ну, поскольку у нас есть, ладно, там можно из этого аргумент вытащить. Ну, да, это апелляция к аргументу получается. На мой бусте. Это не только возможность поддержать мой канал, а он существует, прежде всего, на ваши средства. Да, безусловно, у меня иногда бывает реклама, но это скорее редкая удача. Так вот, это не только возможность меня поддержать, но кроме того, это возможность получить доступ к большому количеству моих бонусных видео. Я уже снял их очень много, и ко всем к ним вы сразу получите доступ, как только подпишетесь на Patreon, либо... Охуенно, подержусь. На бусте. Вот, например, недавно у меня были ролики, в которых я обозревал... Дебаты с этим Сайджаком забавны. К сентиментальности... Убей себе сентиментальность, Максим. Собственные ошибки. Друзья, донайдем на контент. В моих предыдущих видео. Че, ну, тут каждый... Каждый заход ошибка. Вот буквально... Ладно, кроме соломенного чучела. Соломенное чучело действительно было. Это правда. Вот. Вот это полная хуйня, риторический фокусник. Вот это тоже полная хуйня. Мы как не разбираем твой когнитивный надзор, у тебя везде просто... Каждый, каждый, блядь, заход, каждый тейк, это ошибка просто. Вот как каждая попытка кого-то подъебать и к чему-то приебаться заканчивается колоссальной ошибкой. Это бывает, да, и на старуху бывает проруха, и я стараюсь, во всяком случае, спокойно к этому относиться и признавать свои ошибки и разбирать их самостоятельно. Охуенно. Раз, два, сейчас еще третья будет. Сейчас третья на подходе. И кроме того, там было видео про то, какие ошибки допускают мои зрители в комментариях. У вас тоже бывают и логические ошибки, и когнитивный иск... Как же он доебывается, блядь, до них. И некоторые из них встречаются довольно часто. И вот об этом я тоже недавно снял ролик. Все они уже там. Остается только подписаться и сразу получить бонусный доступ. Ссылка на Бусти и Патреон. Обойдусь без бонусного доступа. Ну, человека почти 100 тысяч подписчиков, и при этом... Ну... Ладно, вся эта тема когнитивных искажений, она довольно популярна, честно говоря. То есть, да, на вот этом вот хайпе логики, на хайпе когнитивных наук, на хайпе вот этой всякой дурацкой аргументации, конечно, взлететь, в принципе, так и можно. На самом деле. Плюс-минус. Можно, возможно, действительно. Ну, блин, сирот настолько дешево все выглядит. По крайней мере, в исполнении данного индивида выглядит довольно дешево. В описании. Ну, а мы продолжаем разбор. Он, выступая против решений Кремля, он заодно с водой вылил и ребенка. То есть, он всю страну тоже почему-то отправил. Ну, не нравится тебе то, что Путин такое решение принял? Ну, окей. Не нравится. А еще много чего в стране осталось. Еще 147 миллионов человек есть. Так он это будет воспринимать как тоже политик? С ними есть что пообсуждать. Можно, ну, много... Я не буду ему писать, что я. ...разных отношений, разных дел. Вообще, есть что поделать. Они все прям вот против, поэтому все нахрен. И в этом отрывке мы видим сразу два приема. Первый, это уже хорошо знакомое нам соломенное чучело, когда Артемий говорит, что дуть, дескать, всю страну, куда-то там отправляет, куда он ее отправляет, на основании. Так я не понял, в чем здесь соломенное чучело, потому что мне кажется, что здесь не соломенное чучело, а попытка сделать какие-то выводы из позиции оппонента уже. Причем выраженный в довольно образной форме. Так что я, честно говоря, опять же, не понимаю, как это разбирать с точки зрения некой аргументации, потому что Лебедев говорит достаточно пространно, образно и не точно. Это во-первых. Это во-первых. До этого действительно было прямо чучело. Он Навальному вменил какую-то позицию, а здесь он не вменяет позицию Дудю. Это не может быть чучелом. Он не говорит, Дудь считает, что. Дудь отправляет. Что значит отправляет? Отправляет, выкидывает ребенка из тазика вместе с водой. Что? Что это вообще, блядь, значит? Какое нахуй соломенное чучело? Я не понимаю даже, что сказано. Чего делает такой вывод Артемий Лебедев, остается загадкой. Дудь влашает людей, всех связанных с Россией, выражает огромную озабоченность происходящим. Может он неправильно выражает эту озабоченность. Это очень даже может быть. Но можно ли сделать из интервью Дудя вывод, что он каким-то образом ставит крест на Россию или ставит крест на население России или на большей части населения России? Совершенно нельзя. Ничего подобного, тем более в словах самого Дудя абсолютно не прослеживается. Так, блядь, Лебедев и не говорит, что Дудь ставит крест на население всей России. Тут мне кажется наоборот кое-что немножко вот... Я даже не до конца понимаю позицию Лебедева в данном случае, поэтому ее сложно защищать. И я не уверен, что автор сам понял позицию Лебедева в данном случае, потому что я не знаю вообще есть ли у него нормальная позиция по этому вопросу. Мне кажется, он просто что-то пропизделся и все. Опять же. То есть... То есть, да, мне кажется, что я так и получил, что разбирая соломенное чучело, вот этот чел сам выдумал соломенное чучело под Лебедева, ну просто потому, что Лебедев действительно плохо прояснил свою позицию. Я вообще не понимаю, что он пытается сказать этим. Я не думаю, что автор понимает. Если все-таки прослеживается, а расскажите где. Но на мой взгляд, это еще один яркий пример так называемого соломенного чучела. Но более интересен здесь другой прием. Ну, по-моему, наиболее яркий пример соломенного чучела мы сейчас видели. Это смещение фокуса внимания. Сейчас объясню. Артемий говорит, что есть же еще другие люди, другие проблемы, с ними тоже есть о чем поговорить. И в вакууме это действительно является правдой. Это так. Но это в данном конкретном контексте является смещением внимания. Этот же прием использовали люди, которые пытались продвигать лозунг All Lives Matter на контрасте с лозунгом Black Lives Matter. И, кстати говоря, нам здесь, не понимающим и не знающим реальных проблем черных людей в Америке, этот лозунг даже мог казаться вполне здравым. Но действительно же все жизни важны. Почему же мы говорим, что только черные жизни важны? Важны ведь все. И опять же, вне контекста это абсолютно здравое утверждение. Действительно важны все жизни, а не только черные жизни. Но в данном случае конкретная социальная группа защищает свои конкретные интересы. И это движение, его всплеск, стал результатом конкретного должностного преступления по отношению к черному человеку. То есть была конкретная ситуация, которая породила вот именно такой протест и вскрыла, конечно, колоссальные проблемы, которые десятки лет до этого существовали и усугублялись в американском обществе. И использование контрлозунгов по типу «Все жизни важны» это просто смещение и размытие фокуса. Как если бы, допустим, врачи вышли на демонстрацию по поводу поднятия им зарплат. Они считают, что им платят несправедливо, очень мало, и они говорят «Зарплаты врачам нужно повысить». А другой человек скажет «Так все зарплаты нужно повысить, это же здорово, чтобы всем повысили». Да, очень может быть, и это вообще прекрасно, чтобы все зарабатывали больше, это было бы чудесно. Только мы здесь защищаем свои конкретные интересы, мы говорим про свою проблему, поэтому здесь мы митингуем не за то, что все зарплаты важны, а наши зарплаты важны. При этом мы не говорим, что «Только наши зарплаты важны», но сегодня мы говорим именно о наших, ну потому что это мы и мы говорим о своих проблемах, своя рубашка ближе к телу, это нормально, это здравый подход. Так вот Артемий делает то же самое, он говорит, что «Так есть же и другие проблемы». Ну да, действительно, может быть, другие проблемы есть, но конкретизируйте, пожалуйста, Артемий, какие такие проблемы, какие такие вопросы и ситуации сейчас имеют сопоставимое быть они есть я не знаю артемий может нам об этом рассказать было бы интересно об этом послушать но артемий этого не делает артемий от конкретики переводит нас на общий уровень просто есть и другие проблемы существуют и другие труды вообще довольно кринжовая хуйня разбирать интервью каких-то не интеллектуалов которые ни на что не претендуют и даже не претендует на то чтобы сложить свою позицию здраво вот мне кажется это довольно странным вот он разобрал дугина но он бы охуела дугина с одной стороны но дугина есть проблемы с рассуждениями от правда безусловно существует с этим никто и не спорит но дуть очень конкретно очень обоснованно во многом устами своих гостей объясняет чем так страшно чудовищная вы просто по моему довольно нишевая хуйня разбирать какие-то интервью хи рандомны и на почему эта проблема и для российского общества и что нам всем связи с этим стоит думать и делать вот такая у дудя позиция и и он транслирует она очень понятная это подсвечивание конкретной очень острый очень яркой чудовищной проблемы артемий лебедев не объясняет почему эта тема не столь важна или какие есть еще темы которые сопоставимы с ней нет он просто говорит так есть и другие проблемы да есть артемий безусловно есть да вот только уместно ли говорить о всем этом многообразии тем если есть одна безумно важная тема которая все остальные затмевает а если не затмевает то пожалуйста разъясните почему не затмевает спасибо и чингет момент айчингет май май майнд о моя любим спасибо половиночку смотрим моя любимая и какие темы есть сопоставимые по масштабу и важности но артемий этого конечно не делает он просто говорит есть другие люди есть другие темы есть другие проблемы но да есть только что это меняет это мне напомнило один из выпусков такой передачи радионяня те кто постарше из моих зрителей возможно помнят советское время была такая радиопередача для детей и вот один из выпусков был посвящен вежливости и там среди прочего говорилось что если допустим у вас есть лимонад то неплохо бы им поделиться со своим собеседником налить ему угостить его это хороший тон это правильно но вместе с тем если ваш собеседник тонет в озере в этот момент то не надо ему широкой улыбкой предлагать стаканчик прохладительного колокольчика надо прыгать и спасать его то есть все зависит от контекста значит ли это что не важно быть вежливым учтивым деликатным нет это все важно но только важнее в данной ситуации спасти человеку жизнь и вот в случае использования таких приемов как тот который использует лебедев речь идет как раз о игнорировании контекста то есть в вакууме это справедливое утверждение но в контексте она уже ну с трудом выдерживает критику во всяком случае в том виде в котором его предлагает лебедев если бы он добавил конкретики был бы другой разговор но конкретики там увы нет дорогие друзья в ходе съемки этого эпизода выяснилось что он получается слишком долгим поэтому я вынужден разбить его на две части и думаю что 2 выйдет скорее всего где-то в районе пятница это уже наверняка получилось довольно объемный если вы на моем канале впервые то пожалуйста не забудьте на него подписаться в том числе и для того чтобы не пропустить вторую часть этого разбора ну кроме того у меня довольно много других видео довольно интересно как мне кажется так что надеюсь вам они тоже понравится ну и этому ролику если он вам показался ценным важным не забудьте поставить лайк и написать комментарии в комментариях я стараюсь отвечать большому количеству людей возможно отвечу и вам ну а с теми кто подпишется на патреон либо на бусте от любой суммы мы уже пообщаемся в нашем уютном чате донатеров всем пока